Процесс возведения городов в Европе во времена Средневековья был связан с развитием сельского населения и увеличением его количества. Поэтому, чтобы с ним конкурировать, началось усиленное построение городской инфраструктуры. И как это происходило, вы узнаете в этом выпуске. Совершенно новый этап в развитии феодальной Европы – период развитого Средневековья. Его в первую очередь связывают с возникновением городов, которые оказали огромное преобразующее воздействие на все стороны экономической, политической и культурной жизни общества. Несмотря на то, что уже в период раннего Средневековья в Западной Европе имелись города со времен Римской империи, они не были существенными центрами ремесла и торговли. Классические средневековые города раньше всего появились уже в IX веке в Италии – Венеция, Генуя, Пиза и Неаполь, а также на юге Франции – Марсель, Нарбон и Монпелье. Их развитию способствовали торговые связи Италии и Южной Франции с Византией. В остальной Европе – Голландии, Англии, Германии и Северной Франции – города начали строиться с X века. Многие города также были основаны как укрепление от кочевых захватчиков. Поскольку в селах сильную крепость не построишь, будущие горожане поначале искали реку, чтобы у нее возвести примитивный замок, а затем уже мост. Реки служили не только как географическая защита, а и как торговый путь. У таких европейских рек, как Рейн, Дунай, Эльба и Сена построилось больше всего городов – Париж, Франкфурт, Вена, Будапешт. Все они связаны между собой и возводились с одного и того же строения – крепости. Когда город уже укрепился, он получал статус бурга. И, как видим, многие европейские города заканчиваются на бург и даже русские – Страсбург, Гамбург и Санкт-Петербург. Бург имел королевское значение и за преступления там наказания были более строгими. Основным населением города были ремесленники, сбежавшие от своих господ или панов, но по прибытию он должен был выплаты тому же господину в виде оброк. Когда человек проживал в городе уже год, то он официально становился свободным. Светские и духовные сеньоры были заинтересованы в возникновении городских поселений на их землях, поскольку процветающие ремесленные центры давали феодалам значительную прибыль. Они поощряли бегство зависимых крестьян от их феодалов города, гарантируя им свободу. Первые магазины и просто средневековый бизнес начали появляться с прибытием в города купцов. Вместе с ними строились также жилье и отели. Самой урбанизованной территорией в период средневековья была Италия, где в городах жила половина всего населения. Планировка средневекового города отличалась от античного в том, что город разрастался не от градостроительной концепции, а просто кругами от центра, где была главная площадь. Ее главной чертой была брусчатка. Она представляет собой грубо обработанный камень, обколотый до прямоугольной формы и выложенный рядами так, чтобы обеспечить максимально ровную и гладкую поверхность. Такая укладка была популярна в Бире до 20 века, но дешевый асфальт, долговечный бетон быстро вытеснил брусчатку изолим подорожного покрытия. Теперь мы из общего понимания постройки города переходим к самому интересному – стилю архитектуры. И они начали появляться примерно с 16 века. Барокко. Его главные особенности – сложные формы и обилие украшений. Классицизм. Ключевая деталь, по которой можно без труда его опознать – это колонна, точнее много колонн. Также здания в этом стиле отличаются сдержанностью, симметричностью и лаконичным декором. Готика. Устремленность ввысь, богатое декоративное убранство. Ее главная черта – это стойкость. Готические храмы или дворцы никогда не строили с дерева. Этот стиль зародился во Франции и являлся особенным только для церквей, но вскоре добрался и до обычных строений. А кто управлял городом? Средневековые города всегда возникали на земле феодала, который был заинтересован в появлении города на своей земле, так как промыслы и торговля приносили ему дополнительный доход. Также его называли сеньором. Но стремление феодалов получить как можно больший доход от города неизбежно приводил к борьбе между городом и его сеньором. Отсюда пошло возникновение магдебургского права. Одна из наиболее известных систем городского права, появившаяся в XIII веке в Магдебурге, как феодальное городское право, по которому управление финансами, имуществом и политическим влиянием отдавалось самим горожанам. Эта норма заключалась в роли города как центра производства и денежно-товарного обмена. В политическом отношении город вырвался из-под власти сеньоров. В нем начала формироваться собственная политическая культура, традиции выборов и конкуренции. Позиция европейских городов сыграла важную роль в процессе государственной централизации и укрепления королевской власти. В итоге можно сказать, что города, которые мы сейчас имеем, пошли именно от средневекового отношения к ним. Это его постройка только у реки, в центре обязательно должна быть площадь, и он обязан быть кругообразным, чтобы было удобнее защищаться от врагов. Ну а на этом все. Надеюсь вам понравилось это видео и напишите, делать ли больше видео на средневековую тему и тому подобное. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а я пока пойду. Прощаться с вами я не хочу, но хочу пожелать удачи. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok